Всем привет! Это FreeStudio21.com И поскольку были просьбы сделать гайд по каналу, ну окей, делаем гайд по каналу, поскольку, если уж даже мне сложно что-то на канале уже найти, то, я думаю, остальным людям тоже. Итак, значит, первая секция у нас – чтение букв и слов. Это для начинающих, это самые основы, тут только чтение. И то далеко не всё, это такое вступление в тему, чтобы подвигнуть людей дальше хотя бы чуть-чуть уметь читать. Далее, следующая секция – АЛТС. Сразу от элементарного, сразу скачем в АЛТС. Значит, подготовка к экзамену. Один плейлист – это, собственно, подготовка к экзамену. Там по книге все тексты, упражнения и так далее. Кроме того, письмо. Откроем этот плейлист, и вот здесь оно всё от и до. Его много, очень много. Ну и книга немаленькая. Поэтому здесь просто тупое разбирание учебника. Что касается второго плейлиста, хоть он и просто English in Use, какое-то что-то не совсем понятное вообще, о чём это. Но здесь, по большому счёту, как писать. Как составлять маленькие предложения, как составлять большие предложения. И потихонечку переходим к написанию сочинений. Единственный недостаток, что здесь очень старые видео, и звук иногда просто отвратительный. Поэтому здесь сборная солянка всего, всех письменных и творческих работ по разным книгам, без книг, просто написание типичных эссе и школьных сочинений. Вот техника, как всё это делается. Можно посмотреть и попробовать писать своё. Едем дальше. Следующая секция опять «Элементарщина». Самые-самые основы для средней школы, времена глаголов, прошедшие, настоящие, будущие, там всякие разные. Ну и параллельно ещё существительные, прилагательные и так далее. Самые основы синтаксиса, ну то есть как строится предложение. Местоимение и, конечно, любимый нами Галицинский, без него никак. Здесь, пусть нас не смущает, что здесь написано «Основы». Основы – это не значит, что оно всё элементарное. Поскольку в каждом плейлисте, если вот мы откроем, скажем, там будущее время, да, начало будет «Бегинер». Даже «Стартер», самая-самая, розовенькая – это «Стартер», самая «Элементарщина». «Бегинер» – это уже чуть-чуть посложнее, там пятый класс какой-то, шестой. Но дальше, поскольку плейлист один на все уровни сложности, дальше может быть достаточно забористый материал. Здесь уже «Advanced», здесь уже «B2+.» Поэтому в плейлисте у нас, по большому счёту, солянка из всех уровней сложности сразу. Ибо делать плейлист на каждый уровень сложности мне просто лень. Я ещё к этому морально не готова. Итак, с каждым плейлистом. Их здесь вот сколько. Едем дальше. Следующие книги среднего уровня. Это уже уровень «Б1 плюс» и с замашками на «Б2». «Интермидиэт», «Проинтермидиэт», «Солюшен», «Проинтермидиэт», третье издание, «Старые энтерпрайзы», которые там ещё в конце 90-х издавались. Опять же, сборник Галицинского, поскольку его можно считать средним уровнем. Там практически нет простых упражнений, все эти раундапы. «Солюшены» очень старые, и очень древние, ещё 13-го года издание, и совсем какой-то антиквариат, который, по-моему, 2008-го года. Ну вот «Солянка» из всех тех книг, которые, ну, если так, по средней школе ориентироваться, то это где-то начиная от класса 6-го, 7-го и до 9-го, грубо говоря. Вот такой среднячок, ничего особенного, если по буквам, то это «А2 плюс», «Б1 плюс». Вот примерно в таком диапазоне. Далее. Трудности перевода. Здесь больше на любителя, поскольку тут переводы статей из интернетов, неадаптированные тексты, переводы с английского на английский, предложения, тексты, опять же, разное такое. Опять «English News», который у меня повторяется уже. Вот он в LTS, и здесь он опять, потому что, опять же, это письмо, и тут ещё что-то в vocabulary, отдельные слова, поскольку у людей возникают одни и те же вопросы по использованию слов для гурманов, для любителей и просто для тех, кому интересно. Далее начинается сложная грамматика. Здесь у нас все эти герунди, participle, conditional, mood, словообразование, что здесь у нас ещё, инверсия, предлоги сюда попадают. Ну, в принципе, предлоги – это достаточно сложная тема. Indirect speech, ну, я бы не сказала, что indirect speech – это такая сложная грамматика, но, тем не менее, модальные глаголы, да, пожалуй, это сложновато. Ну, и phrasal verbs – отдельная тема, потому что phrasal verbs – это вообще как-то стоит особняком. Поэтому, если нужна грамматика в уровне B1+, и выше, вам сюда. Здесь всё вот то самое страшное, зубастое и сложное. Далее, отдельный плейлист по синтаксису. Почему? Потому что синтаксис нужен на всех уровнях развития, как говорится, начиная с самого элементарного, поскольку надо уметь связать два слова, в английском языке предложение строится иерархически, нужно знать порядок слов, что можно, что нельзя, куда ставить. Вот. И до самых, так сказать, глубин, что такое предикат, что такое subject, что такое там adverbials и прочее, прочее, что это всё, зачем оно надо и как им пользоваться. Далее, сложные книги. Итак, в сложные книги у меня попадает в грамматиках Ювингса зелёная книга Advanced Grammar and Use, потому что это B2, такой мясистый, B2+, даже, сборник Галицинского. Ну, это условно, потому что в Галицинском есть достаточно сложные переводы. Ладно, пусть он будет в сложных книгах тоже. Он везде просто у меня стоит, поэтому здесь, почему бы и не здесь тоже. Solutions Intermediate, это старый Solutions Intermediate, и он достаточно сложный, просто уже исходя из мнения самих учащихся. Gateway B2+, это старый B2+, Gateway, голубой, есть уже новое издание, я его буду обязательно разбирать, спасибо добрым людям, которые мне прислали книгу. Далее, Frazzal Verbs in Use, да, это Advanced, здесь достаточно сложные Frazzal Verbs, поэтому тоже попадают в сложные книги. Technical English, это на любителя, очень старое, чего-то я разбирала когда-то со студентами, с плохим качеством изображения и плохим микрофоном, поэтому это нарезка просто озвучек, поэтому не обессудьте. Enterprise Elementary, он хоть и Elementary, но дело в том, что это такой Elementary, который был в середине 90-х, поэтому Elementary середины 90-х тянет на Advanced, начало 20-х. Далее у нас сюда Upper Intermediate Solution опять попадает, он был и в средней сложности, он и здесь тоже, ну, пущай, как говорится. Roundup 6, там буквально пару упражнений, Roundup это такая книга больше для повторения, чем для учебы, поэтому пусть будет. И далее Enterprise 4, это тоже старые Enterprises, по-моему, их сейчас и не переиздают уже, вот это вот действительно хороший уровень сложности, если кому надо, рекомендую, это хорошая вещь, наряду с Gateway B2+, это тоже B2+, в принципе, такой, на полном серьезе. Далее отдельная секция, это уже на любителя, кино и документалки, документалки абсолютно рандомно набранные в плейлист, почему? Потому что, во-первых, все, нельзя объять необъятное, естественно, если я вижу что-нибудь интересное или что-нибудь хоть примерно интересное, я его сюда запихиваю, в плейлист пополняется, но фича здесь в чем, что если вы посмотрите одно-две из этих плейлиста, YouTube начнет вам подтягивать в выдаче нечто аналогичное, поэтому достаточно посмотреть одно-два там Documentaries BBC или Documentaries там Vice или еще чего-нибудь, и у вас появятся в выдаче аналоги, и вам уже будет легче выбирать. Далее, аудиокниги, на YouTube полно начитанных добровольцами аудиокниг, поэтому их хоть и труд регулярно за авторские права, но тем не менее аудиокниг здесь достаточно. Здесь, конечно, солянка, поскольку тут все, начиная от Острова Сокровища и заканчивая Джаредом Даймондом, ну, как бы несовместимые вещи. Так, здесь уже 33 unavailable, то есть уже потерли большую часть, но тем не менее я стараюсь обновлять более-менее регулярно, вот, поэтому здесь можно увидеть периодически будет и Толкиен, и чему-нибудь там еще, Томас Саввел, кому интересно, кто любит такое чтение, Томас Пейн, но этого точно не удалят, ну, и прочее, прочее. Если вы любите аудиокниги, добро пожаловать. Опять же, если только вы сюда залезли, что-нибудь нажали, запустили, вас потом в выдаче, вот, пожалуйста, в контекстной, будет тут целая куча всего. Это не мое видео, опять же, повторюсь, это не мое видео, это просто то, чего я понаходила. Лекции, опять все то же самое, если я вижу что-то интересное, я сюда добавляю, так что можно сюда заходить и смотреть, если интересно. Вот это, собственно, все. Кроме того, есть еще платная часть, которой здесь не видно, но здесь вот кнопочка Join есть, в русском варианте, она, по-моему, называется Присоединиться, если я не ошибаюсь, если вы на нее нажимаете, вот здесь вас спрашивают, тут надо зарегиться, я сейчас не хочу, но там 3 копейки, и вы будете иметь еще целую кучу моих обзоров, статей, переводов, разборов, там и прочее, прочее. Далее, ну, подписка без комментариев, это мы все знаем и можем. Далее, те книги, которые я разбираю в видео, естественно, на сайт я их выложить не могу, сори, поэтому добро пожаловать на мой Телеграм-канал, в чате я эти книги выкладываю, благо Телеграм никого за это не наказывает. Все скриншоты видео, все схемы, все то, чего я сама нагенерила, все по ссылкам в описании видео есть на сайте. Сюда в скором времени добавятся еще украиноязычные видео для студентов, наших, и поэтому здесь будет еще одна секция где-нибудь, наверное, вот здесь, передай ЛТС, поэтому этот видос это не последняя версия, я буду периодически его обновлять, чтобы было сразу видно, что у нас тут нового появляется. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,